Первые мысли, которые мне пришли как редакторы, буквально с первых шагов продактировались. Меня очень занесло в польской веке информация, в статье, причем в которой не было в русской статье, не было раздела примечаний. Я решил посмотреть, как это сделано в польской веке, и увидел, что там есть шаблон, который формирует, там стоит шаблон соответствующий, который одновременно формирует не только сам список примечаний, но и раздел, который показал примечания, похожий в польской веке. Ну и я, ничто же сумнявшийся, поставил в русском, и потом увидел, что в русском такая вещь не работает, как же это так, я удивился. И потом, к сожалению, я выяснил, что в разных разделах есть разные шаблоны, которые работают по-анному. В чем это меня поразило, как человек привычного программирования, я думал, что там один какой-то мета-языв, какие-то одни законы, ну вот так. Это меня очень раздражало, создание этого раздела, потому что там эти две черточки, потом само это слово примечания пишут, там опять пробел две черточки, но очень мне это тоже. Вопросы в конце. Вообще-то это бытые ставки у нас есть. Ну, внимание, это зависит, конечно, от темперамента и так далее. Значит, вот использование я показываю. Вот этот шаблон стоит, вот раздел, в который он выгодит, все. Минимум информации, уменьшает объем статьи и так далее. Значит, причем, когда мы смотрим читательскую версию этой статьи, значит, то этот же шаблон, вот раздел примечания, он не дает возможности его редактировать, да, что там редактировать, собственно. Если вы хотите сменить вид на список, то есть другой шаблон проставить, наводите его в другой, в раздел, который выше, и выведите на то же самое. Значит, ту же самую картинку можете поменять другую шаблону. Мне кажется, что это логично, да, излишняя информация не нужна, это повысит скорость отображения информации, опять загрузки страниц, речки запроса ликвидировать и так далее. Таким образом, у меня возникла идея о создании шаблонов страниц основного пространства статьи, или существующих при создании новой статьи. То есть, когда мы создаем новую статью, должен быть не такой пустой шаблон, как поле пустое, и ничего там нет, а там должны быть уже проставлены шаблоны, разделы, примечания, литература, ссылки, категория, даже слово категория, вот на примере такого вот, как заготовки переименования, там уже что-то, там уже заготовка для раздела есть. Она уже пространная. Вот похожая написать заготовку, и не надо будет объяснять, из каких основных элементов, каких-то должна состоять статья. Может быть, туда же воткнуть какой-то скрипт для постановки шаблонов карточек. Если человек отказывается, значит, он отказывается, не будет, или сразу же не вымирает. Но чтобы это, как то, что предложил Макс, интегрировать вот как-то сюда. Значит, вот эти вот вещи, которые я предложил ввести. То есть, чтобы эти вещи уже были вот в этом пустом шаблоне, чтобы шаблон статьи был шаблоном. Не став, а шаблон был. Болбан. Значит, это позволит время избежать создания статьи без источников. Кроме того, если этот раздел как бы в шаблоне, вот в болбанке присутствует, но не заполнен, это избавит от необходимости поставления шаблона статья без источников. Боты и так будут видеть, что раздел есть и содержание в нем нет. То есть написать подобный скрипт там или так далее, бот и так далее. То есть многократно снижаются затраты на патрулирование статьи и прочего, 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 прочего. Значит, ну, соответственно, нужна доработка шаблонов там указанных, на источники, которые там ссылаются. Значит, вообще множество функций в Википедии можно и нужно автоматизировать, значит, в цели к спине производительных затрат времени. И проставление шаблонов о недостатках. Вот формирование вот этой болванки статьи избавит, в том числе шаблон РКУ, где-то нет изображений, легко вычисляется по отсутствию слова «файл». Нет слова «файл», нет изображения. Что проставлять? Зачем мне еще это надо проставлять? Это избыточная информация. Значит, другая информация, содержащаяся, допустим, в Викикарточках, таких как дата создания, дата рождения и так далее. В некоторых там есть шаблоны, которые сразу заносят в категории, в служебной категории, люди, родившиеся такого-то числа, люди, умершие такого-то, люди, родившиеся в такой-то местности и так далее. Есть масса информации, которую можно таким образом систематизировать, или от множества технических шаблонов, которые позволят извлекать эту информацию из прочих, из косвенных источников, опять же, из тех же карточек и так далее. Ну, это надо проставлять. Значит, вообще, ну, это вопрос такой, договориться, обязовать, ну, у меня непонятно. Значит, в некоторых файлах, тоже, как человек, привычный, программированный, я сперва оставил на английском языке, в слове изображения, файл. Потом обнаружил, что бот или кто-то переводит на русский. Не понимаю, зачем это делается. Ну, может быть, как-то это снижает нагрузку на... То есть, зачем это делается? Пересылка, пересылка на вот язычную страницу, описание... Для программистов. Пересылка для логификатора как-то меняется. Ну, то есть, не очень непонятно, если они файлы так всем понятны, что это пересылка для логификатора как-то... Да, еще момент такой. Оно, конечно, в отсутствии словах файлов указывает на отсутствию иллюстрации, но не указывает на то, нужны ли они. Какие, скажите, на минус иллюстрации нужны в статье, например, предложенный подъехать? Вопрос. Тогда, может быть, вырывать шаблон, что там иллюстрации не нужны. Ну, понятно. Опять же, сознание не обнимает. Вопросы решаются, обсуждаются и так далее. Значит, может быть, такой же скрипт, как предложил Макс, который предлагает иллюстрации, не нужны. Ну, тем не менее. Все равно будут говорить, будут обращать внимание, облегчить. Значит, ну, не знаю, значит, все-таки, что мы... Понятно, что есть пользователи, которые с английским там проблемы, свой язык. А что, на башкирском надо свои операции башкирские делать? Потому что мне вопрос интересный. Можно. Не нужно, но можно. Ну, нет, вопрос. Можно оставить английский. Да, оставить английский всем понятно. Достаточно. Не все согласны. Ну, более-менее. Все-таки, по аналогии люди понимают. Но английский все равно всегда действует. Правильно. Значит, вообще, вот, пользуясь, так сказать, обладая некоторой зачаткой полиглотизма, я в польскую википедию заходил, в английскую, в французскую, в украинскую и так далее, я тоже увидел, что есть функции, которые там реализованы, а у нас не реализованы. Это показалось интересным. Значит, обратить на них внимание и, может быть, как-то реализовать. Значит, ну, это уже, значит, по вопросу, что мы, если мы примем все-таки англоязычные фильтры, может быть, их написать и по-русски, значит, эти команды и так далее, но в конце должен быть бот, который сразу при сохранении статьи, не потом принудительно бот проходит статью и все русифицирует или все англофицирует, а сразу при сохранении статьи бот проходит эту статью и сразу все это делает. Это бот, это бот, это бот, это бот. А? Бот, бот сохранить бот? Да, бот, 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 бот. Бот, 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 бот. Бот, бот, бот. Значит, ну, к функциями сейчас подойдет и так далее, значит, и мне кажется сомнительной функция, когда, вот, особенно молодые пользователи, в погоне за авторитетом, что у него там такое вот количество правок, начинает изменять погоды и каждый это все сохраняет. И вот у него там за день сто правок, а в результате он внес там изменение на пару килобайт и так далее. Значит, чтобы этого избежать и так далее, особенно если ты последовательно там за протяжение там какого-то близкого времени или одного дня или там до следующей правки внес правки, это твои правки, это мои правки, я внес. Какая разница, одну букву, десять, пять, значит, все их слеплять и некий дифт записываю, значит, в результате его в интернете. Один момент, это вот крайне неудобно в обсуждении, допустим, это одна из этих правок грубо ошибочная, как указать именно на эту правку? А в тремно в обсуждении написано, что у нас, ну-то там-то, там-то неправильно. А как делать? А как делать? У меня есть правки, которые носят по десяти килобайт или больше, что это неправильное? Замыли на странице в правах модератора. После выступления все вопросы. Ну, в общем, у меня это как-то раздражает, мне кажется излишним. Может быть тут надо поставить фильтр наоборот, максимального ограничения. То есть человек там пишет, пишет, там 50 килобайт на внес, а ему говорят, нет, товарищ, ты давай сохранись, то лучше, а дальше будешь вносить, то есть максимально. Или наоборот, минимального ограничения. То есть вот, если ты внес меньше, там, я не знаю, двух килобайт, то тогда правки слепляются. А Юлькрида Ромов Павел, Мокола, Мокола, Мокола. Да, да, это может быть спорное действие по садистанту, понятно. Дальше предлагается так называемые «гудя», технические категории, может они так и не так называются, события произошедшие того или иного числа в таком-то или иного году, такой-то год в истории дорожного транспорта, технические категории, проекты хронологии и так далее. Дело в том, что проекты хронологии тоже очень в себе требующие дополнительного обсуждения. Там есть ряд функций, у меня просто не хватило времени их систематизировать. Например, если это статья про дорожный транспорт или там ходит в одну из категорий, то тогда при поставлении даты в карточке она уже должна попадать в эту категорию какой-то год в истории дорожного транспорта. Не надо его вручную, это надо писать словами «год в истории железнодорожного транспорта». Ну, убивание просто, просто убивание вообще. И, опять же, поскольку я туда-сюда из разных сегментов ползаю, часто, создавая статью, ты видишь, что больше информации, вот есть какая-то статья на другом языке, если часто должен найти эту статью, открывая все из списка, посмотреть, какая она наиболее полная, допустим, в шаблоне RQ или просто в другом языковом разделе указать в каком, есть более полная статья, написать ее название и так далее. Это тоже очень убивает. Вместо того, чтобы, когда формируется список этих интервью, уже максимально не по количеству килобайт, а по количеству слов, допустим, которые сейчас есть по количеству профилов. Или еще какой-то спорный вопрос, с коэффициентом на различия на разных языках, там одни и те же фразы, по-разному, там где-то в два раза, где-то в полтора, то есть какие-то коэффициенты. Т.е. чтобы человек сразу видел, вот в этом сегменте не самая лучшая, а самая полная статья, или какая-то еще, чтобы не все эти 20-30 страниц килобайт, а вот уже сразу в полную вещь. Так, значит, при введении дискуссии на странице обсуждения статьи, участники часто нарушают аналогическую последовательность, в комментариях и тех, где мы сверху открываем, и снизу, значит, даже не спасают специальное предупреждение о расширенными буквами на страницах обсуждения. Вот, значит, написано уже, люди все равно лепят, вот, блин, назло, что ли, или как это, ну, не подписываясь, ничего, это сам, ничего не греет. Чего, как говорится, копия ломать? Достаточно написать скрипт, который, ну, это пример того, что люди не делают и так далее, значит, скрипт, который позволит автоматически писать свой комментарий, особенно на страницах обсуждения, строго под комментарием другого человека. Если ты хочешь справить свой комментарий, да, тебе дозволяется. Опять, до правки следующим участникам. Если следующий участник написал, все, ты не имеешь доступа к своей записи, чтобы не менять содержание, и тогда эта функция реализована во многих обсуждениях, на форумах и так далее. Такое есть, то есть нечто не угодно. Это, более того, значит, вот я тут вошел на страницу обсуждений участников франковики, и там, значит, комментарии визуально-графически отделяются один от другого. То есть, вот комментарий первоначальный, вот на него ответ, вот ответ на него, и ты уже видишь структурно, кто на что там отвечает. То есть, все. Единственное, там есть возможность это все как бы поменять и вставить, но я предлагаю эту возможность запретить, чтобы другие не вандалили и так далее. Написал, отвечай на свои вещи. Если хочешь свое же исправить, можешь, но, опять, то извините, до комментариев следующий. Значит, и так далее. Опять же, хронологичность дискуссии там, и так далее, все это будет структурироваться. Весьма полезна представляется функция, значит, в Википедии на польском языке, когда нельзя разместить правку не описать относимых предков изменений, значит, при этом будет ругаться. В строке описание изменений, она, значит, запрет введите опишание изменений. Нет, ну можно записать. Ну, во всяком случае. Если сейчас нажмешь, то пойдет. Ну, во всяком случае, я вот столкнулся. Вот написал доброкадабрь, вот Enter, и вот... Это помогает. Ну, надо. Это помогает. Ну, надо. Это помогает. Тем более лезвень, чтобы его отдать. Нет, это просто наш отрезан, который отключается, это самое, по достижению яхты патрулированной, а от подтверждения. Ну, я предлагаю сделать... Постоянно почувствовать. Значит, аналогично реализовать функцию защиты комментариев без подписи. Потому что люди пишут, и даже эти четыре тигни не ставят. Опять, почему не сделать скрипт, который автоматически присыл. По условию надо сохранить, ставить эти четыре тигни. Все, никакая разница. Или ты там, айпишник, кто-нибудь вот туда пишется, или еще что-то. Ну, полного этих комментариев без подписи. Потом все эти, кто там с кем, сам с собой беседует. Людям нравится. Ну, какое-то разжирение на пол. Есть такой скрипт. Ну, почему не работаем? Принудительно. И для альбомофона работает по малышам. Он работает принудительно. Он ехал? Ну, конец.